Святочный концерт, солдатская каша и масштабная военно-историчная реконструкция. На передаче Дню Гомеля означали 90-е годы с дня утворения поветерно-десантных войсков. Подробностей юбилейных мероприемств у репортажа нашего корреспондента Паула Михно. На пляцовку каля монумента воинам-интернационалистам у Любинском микрорайоне люди стали приходить аж до початка урочистых падей. Многие целыми семьями. Кто с тя сябрами? Гэты святочный день обедновывая поколенни. Мы, кроме мотоциклов, увлекаемся военной историей Родины, участвуем в реконструкциях. И сегодня юбилейная дата – 90 лет ВДВ. И поэтому мы вели колонну мотоциклистов и десантников по городу. И, пользуясь случаем, поздравляю с праздником всех десантников. За 90-годовую гистору десантники приняли шмат выкликов. Безмежные поли битвы у Великой Айчинной, безлитесные бои у Маньчуры и свинцовое пекло Афганистана. Память про гэты ападеи и подвиги боевых товарышов назавжды у сердцах. Данину Паваги загинувшим героям отдали хвилины маучання и ускладаннем кветок до монумента. По салі рыжного уступления распочалась врачистая частка, подчас якою многие былые десантники были удостоены памятных узнагарод и медалёв. Варто отзначить, сегодня переимниками ПДВ у Беларуси лечатся силы специальных операций. У их состав увайшли бригады мобильных сил 38-я у Брестя и 103-я у Витебску, а так само 5-я особная бригада специального призначения «Змареные горки». А в створении СССР была обвешана у жнивні 2007 года. За гэты час войски прошли шлях от становления до подразделения высококлассного узровня. Молодые ребята, которые прошли воинскую службу в различных подразделениях воздушно-десантных войск, очень отличаются от тех военнослужащих других родов войск. Только лишь потому, что здесь задачи, пусть даже учебные, но они очень близки к боевым. И поэтому во время выполнения всех боевых задач, во время прыжков, выработалось чувство локтя, выработалось чувство гордости. И поэтому сегодня любой десантник, он не просто гордится своей принадлежностью к воздушно-десантным войскам, это его состояние души. Затым фокус мероприемства переключился на пляцовку, дзерыхтовалася масштабная военно-гисторичная реконструкция. Гостям свята пропонували два сценария с боевой историей сил специальных операций. Первую битву узнаю военно-гисторичный клуб «53-й мотостралковый полк Народного комиссариата внутренних справ». По легенде диверсийная группа советских разведчиков, аж ицявила подрыв буйного тылового склада горуча смазочных материалов у годы немецкой оккупации. Прототипом гэтага боя заявляется реальная операция гомельских подпольщиков, яку яны здействовали у новобелицы. Тады склад ГЗМ был в неколький дзен, але и подчас реконструкции было шмат огню и пиротехники. Тому глядачы не отрывали вачы от захопляльного видовища. Другая реконструкция перенесла у Афганистан. Группа маджахедов вырешила захопить полевый лагерь советских войсков, але их планам не наканаванно было справдиться. Атмосфера реального бою, заслуга реконструкторов клубного объединения «Гонор Мундира». Учитывая тот момент, что достаточно очень прекрасно проявили себя десантники в Афганистане, и эта тематика, она с одной стороны определенной болью для Беларуси, потому что многие там и остались, погибли. Поэтому акцент был именно в этом сделан, потому что, конечно, в мирном времени это одно, но действительно ВДВ проявило себя в такой самый сильный боевой конфликт, в частности, белорусы. Калидым и порог развеялися, глядачы смогли не только сфотографоваться с удзельниками ведовища и зброей, але и посправовать саправдную солдатскую кашу. Павел Михно, Павел Антонов, Телерады Акомпания Гомель.